друзья всем большой привет и сегодня краски будет актуальная тема которую можно уже раскрыть все тайные секреты показать что как почем куда и здесь эту тему понимание спроста потому что в принципе те кто у меня покупают зажигалки оптом у них возникает вопрос по некоторым моделям как гравировать сразу хочу показать как это делается один раз и и забыть что дальнейшем просто скидывать ссылку на видос и уже как это не понимать эту тематику никогда приведу модели покажу в чем прикол чем разница по зажигалкам насколько актуально не актуально как это все заходило с чего я по крайней мере начинал и как я заработал супер на рамеле он именно на этом деле вот не скажу сразу что прям разбогател но в целом это дало старт для каких-то других начинаний ребят начинал с таких моделей то есть эта модель идет хамелеон она видна уже запылилась лежит метод на полке я не торгую давно морально я уже устал заниматься этим процессом потому что ну реально клиенты выдает мозг моделька спиральная очень интересная план то что они гравировка получается в довольно таки прикольная и выглядит она замечательно да не нравится клиентов то что она идет розового цвета типа ну мужикам такая не в тему на самом деле для тех кто курит им похрен абсолютно и если прикольно сделана гравировка то в принципе тоже круто выглядит это раз первая модель которого начинали сейчас уберут крайне редко и здесь больше не спрос на то чтобы она была дешевая то есть клиенты готовы покупать такую модельку в пределах 900 рублей из минусов видно что они остаются царапки она валяется ну опять же когда ей пользуются месяц два три четыре но без разницы абсолютно из минусов то что ли спиральна спираль перегорает сто процентов очень быстро и второй косяк она жрет очень сильно батарейку но здесь соответственно батарейка очень нет маленькая вот такого формата она будет идти вторая моделька вот такая вот но разобрана сейчас откроем целый новый покажу как они выглядят это та же самая спиральная только лишь уже идет черно-матовая тут же ходовая ценовая политика у нее но пока я продавал по полторы тысячи скажу сразу ценой мы отбиваем всех тех кто нам делает мозг поэтому эта тема была актуальна черно-матовые сейчас мы только черными матами занимаемся еще одна ходовая модель это было зажигалка синего цвета неважно какой была формой но синего цвета тоже популярная моделька на ней выглядит очень контрастно очень ярко сочного такого гравировка то есть поэтому мы использовали делается гравировка очень просто эта модель нас тут электроимпульсно видно что есть батарейка сдохла надет уже год или два она валяется без дела я думаю может зарядить ее ну опять же я не курю мне смысл этого никого нет то есть синий цвет актуальной эти модели мы рассмотрим в конце это очень дорогие модельки боли но они реально круто выглядят здесь меня один из моих сотрудников накосячил с этой моделью очень яркая ночью светится прям очень сильно прям но от нее как от елки свет вот тоже тема прикольная здесь еще есть плюс огромный что есть дисплей который можно гравировать сейчас это отдельно покажу и более подробно расскажу с такими моделями связывался блин ребят пожалел обо всем на свете у этих моделей все вроде бы хорошо кроме одной вещи золото плохо гравируется на дисплее уже есть гравировка автомобилей переделать дисплее сложно геморройная с ними не связывался больше работал только с такими зажигалками но опять же это у нас идет серебро золото там синий цвет тоже от них ушли потому что модели непопулярные мне понравилось больше что они очень яркие такие вот крутые вот такая интересная моделька у нее здесь идет сдохло скорее всего вот у нее идет кнопка да видно что бодейка села идет кнопка она срабатывает в принципе от нажатия то есть но модель прикольно крутая фишка в том что их брали очень мало очень редко от гравирована сайка что выглядит очень классно но здесь фишка в другом цена у него была 2000 рублей и такие зажигалки с гравировкой брали только те люди которые любители такого формата и они минимум делали мозг мозг с качестве гравировки то есть были винтанки там запросы по ней вот и этим самым мне очень нравилось давайте посмотрим теперь что вообще из коробках здесь то что сейчас ходовой товар как уже говорил ранее это спиральная зажигалка вот черная матовая есть там вообще матовый то есть сейчас покажу какие ну прикольно тем на самом деле то есть их отберут ценовая политика них небольшая с гравировкой получается можно до 1000 1200 продавать без проблем внутри там для шнурок у меня игры сразу за три года работы в этом плане очень много шнурков по оставался это минимальное количество где-то в два-три ящика таких валяется шнурков то есть на брак на сразу считать что он будет бракован и 20 что не слижали в этом состоянии мы будем гравировать я покажу по поводу параметров настроек что надо делать как это делается так вот это у нас идет зажигалка 2 по популярности называется черная электроимпульсная в чем моя вся фишка у нее очень прикольный во-первых матовый корпус это раз и по гравировке она очень хорошо гравируется ну и втором металла по надежности лучше всего ну и соответственно ей любят играться больше поджигать жуков пауков палки сели женщину мужчины они как 5 как дети сам очень долго игрался поначалу даже вот эти вот зажигалки почему поставлял потому что я ими до сих пор еще играю там тут подсветками раз как светится вот у детям дают вам периодически вот и третья модель которым наши заказы совершенно недавно но блин она реально классная здесь сейчас нас дисплей не будет светиться то есть она загорается дисплей не светится ну по той причине потому что там нас под дисплеем находится пластиковая крышка покрашенная вопрос первый возникающий у людей как снять защитную крышку то есть мы здесь не гравируем как ее снять смотрите ладошкой придавили и сдвигаете вот как слайсером вниз надо сдвинуть чуть больше усилия но ладошкой и у вас она сдвигается как только так сдвинулась в таком вот формате дальше на просто приподнять ее чуть-чуть вверх все крышка приподнялась и вот здесь у нас краски есть дисплей который светится очень ярко мы обычно гравируем прям по вот этой крышке по закрашенной то есть просто подрывается эта штучка ну либо даже можно не продать по факту размера здесь по моему нас были ширина 20 на 26 миллиметров то есть этот формат мы оставим гравируем покажу как она светится как она ярко будет полыхать вот ну зажигалка тоже прикольно в этом плане она сейчас является одной из самых таких дорогих вопрос тут же параллельно сейчас у всех возникает где купить но купить два варианта есть на алиэкспрессе очень дорого и большое количество не купить вас растаможка составит колоссальную сумму второй вариант это оптовые рынки там цены на них будет порядка ну скажем 700 800 рублей на такие вот модельки такие модельки там были по моему по 600 650 где-то это было тоже полгода год назад я так ценами интересовался и такие сейчас не скажу вам то есть опять же там есть разные модели от качества то все зависит то есть цените могут быть от 300 до 500 рублей но зависимости опять же от жадности самого продавца здесь ну говорить о конкретных цифрах я не буду сейчас по моделькам разобрались показал как снимается крышка показал сейчас настроим пару макетов их от гравируем принципе на всех трех зажигалках говорю сразу мне не жалко потому что в принципе есть на чем тренироваться есть запасные крышки такие вот на некоторые вещи то есть лежат уже скажем так обракованных от испорченных моделей вот и заодно покажу по настройкам как получается потому что я вижу что большинство из подписчиков кто заниматься сжигалками они гравируют и у них там остаются полосы какие-то черкаши и что-то не получается они вечно что-то там горит что-то не выходит вот все эти моменты смеяться очень легко очень просто создание макета под гравировку на самом деле здесь проще использовать шаблоны потому что в большинстве случаев люди не готовы давать свое либо выбирать из своих вариантов они обычно выбирают из ваших вариантов готовых всегда им требуются готовые варианты естественно за за работу там порядка трех-четырех лет в инстаграме я понял одну вещь что нужно держать готовые шаблоны или готовые заказы то есть потому что людям предлагаешь готовый вариант они уже берут и принципе все устраивает вот это в ну скажем так в девяносто пяти процентах случаях поэтому мне обязательно были сам шаблону ну скажем так шаблоны самой зажигалки чтобы я на них делал именно наносил сам рисунок показывал как это будет визуализация что иначе если вы не покажете визуализацию своим клиентам то здесь будет легкое недопонимание всегда будет возникать вопрос типа я у вас заказывал совершенно другое вы не сделали третий вариант поэтому визуализация обязательно должна быть вот дальше шаблоны у нас начинаются какие-то фразы у нас часто заказывают заказывали спасибо почему заказывали потому что я не работаю уже порядка где-то трех месяцев уже выдохнул успокоился и вот здесь краски есть целая куча шаблонов которые мы гравировали то есть ну скажем так вбиваем ключевые слова вот и уже по ключевым словам находишь те шаблоны которые тебя часто заказывают спасибо что ты спасибо что то вы что одна то есть классика жанра то есть такие вот варианты там то здесь почему надо держать базу ты надо ждать зажигалка уже синего цвета то есть кто там заказывает всегда должна быть визуализация для человека иначе у вас просто человек будет заказывать не понять что вот это я беже рекомендую создавать либо свою базу либо пытать эту база так же не работать опять же при желании это как допустим по жетонам там ситуация жетон вот и по жетонам видно что здесь ассортимент есть капец в чем поковыряться опять же это только лишь уже готовы варианты можно выбрать шаблоны там и по этим шаблонам работать дальше вот но сейчас рассмотрим вариант который скажем классику что заказывают обычно то есть по зажигалкам это впереди их там знак бесконечности либо буквы инициалы чтобы нам просто сейчас изделие не портить колостой мы сделаем бесконечность бесконечность для тех у возникает вопрос параллельно как получить доступ базы пишите на ватсап ребят на ватсап и там будем уже решать вопрос с доступом к базе ну у нас есть бесконечность то есть есть вот этот вариант только здесь мы сердечки сделаем общего формата то есть здесь у нас надписи сердечки семенами мне этот вариант не устраивает мы здесь делаем шаблон где у нас сердечки идут с сердечками тогда бесконечно занятий будет не нужно так убираем дальше 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 в шаблонах ищем сегодня так вот он этот вариант но либо такой вариант без разницы одно и то же по сути там вот его загоняем и готовим под гравировку так как так немножко конечно переборщил с растяжкой так ширина у нас максимальная допустима по зажигалкам 24 миллиметра ширину соответственно красим в белый цвет для визуализации и убираем контур чтобы не было видно абсолютно но вот таком формате мы сделаем одну зажигалку гравируем покажу как все делается для меня будет очень важно сделать второй вариант с дисплеем что вы сейчас возникающий вопрос как гравировать на дисплее у нас бы там нагревалась спасибо так смотрите спасибо заточены под дисплей есть два варианта в инверсии для тех делают на крашеных дисплеях с тыльной стороны снимать кла крашеные изделия либо на пленке делают версии также под дисплеем либо вот такой вариант это будет бить напрямую прям сразу на дисплей идеально подходит под них единственным чисто размер зададим ширина будет 19 миллиметров на 22 но чуть-чуть повыше немножко растянем так спасибо что отлично подходит это будет грязно на дисплей на тыльную сторону этой же самой зажигалки сделаем макет какой-нибудь интересный чтоб там было связано лучший муж так лучший в мире муж и папа так лучший муж так самый лучший папа и дедушка сейчас вот лучше муж лучше папа этот шаблон офигенно заходит что но женщины любят своих мужей как говорится в этом плане немножко просветлять так размер 22 сделаем на 37 39 отлично это у нас будет идти на электроимпульс на зажигалку с подсветкой дисплея на крышке еще иногда любят писать имена даты числа но это уже по желанию говорю сразу ребят чем меньше то есть не вот если человек заказал то здесь бесконечно здесь такую надпись здесь вот такие надписи заказал не надо говорить им сразу что пишем на крышке не надо вы сами состоит проблему человек начинает задумать а что же мужчина все накутили пошла вам всего думать но это это как бы обязаловка нужно да и он будет выренгрузиться и возможно что тут будет два варианта либо он вас задрочит чем-нибудь на крышке это раз и второй вариант ну что более вероятно уже пройден этап вас человек откажется от заказа он не сможет придумать что сделать на Крышки будут искать, что там сделать, найдет других производителей данных зажигалок по другой цене совершенно и там увидит другое качество. И он откажется от вас, либо молча у вас заказ не будет делать. Поэтому ни в коем случае никогда не предлагайте делать что-то дополнительное на крышке, на коробочке. То есть человек делает заказ, принимаете заказ, показываете, что в результате получается максимально крупным форматом. То есть делаете скриншот и в результате принимаете оплату и выполняете заказ. Без оплаты делать не рекомендую. Часто ошибка новичков, кто в этом начинает, принимаете заказ, заказ выполняете. Потому что человек начинает манипулировать, вы меня обманете. И при этом вы выполняете его заказ, ему демонстрируете, он говорит, хорошо, спасибо, до свидания. И у вас ничего не заказывают. И у вас остается зажигалка отгравирована минус 600 рублей, грубо говоря. Поэтому в этом плане, пожалуйста, не косячите. Если вы думаете, что надпись универсальная вы сможете продать кому угодно другому человеку, увы и ах, такие совпадения бывают только в сезон. И, скажем так, из тысячи совпадают 10-20 заказов. Такое вероятно в сезон. Вне сезона продать зажигалку с готовой гравировкой будет невозможно. Если вы думаете, что вы скинете цену и продадите зажигалку, поверьте мне, при сниженной цене на зажигалку, уже с чужой гравировкой, вас задрочат еще в два раза больше доп. надписями, чтобы вы показали еще 10 раз. Потому что люди будут сомневаться, а в итоге у вас ничего не закажут. То есть вот такой момент. Второй момент. Сохраняем данную нашу гравировку на рабочий стол. Обычно я сохраняю. Для меня привычка пошла такая, что я сохраняю формат DxF и прописываю обязательно цифры. Например, можно сохранять в двоичном, в троичном варианте. То есть я пишу обычно 121 и начинаю вверх поднимать циферки. Здесь мы будем писать 121, формат либо SVG, либо DxF. Я сейчас постепенно перехожу на формат SVG из-за того, что он меньше занимает вес. В этом есть огромный плюс. Но при этом, опять же, есть еще большая рекомендация вам до того момента, пока вы ее не отгравировали, пока вы ее еще не отправили, как говорится, заказчику, макет на рабочем столе в Coral Draft. Сейчас отдельно поясню по поводу Coral Draft. Именно Draft. Не Draft, а Draft. Я не рекомендую его отсюда удалять, потому что заказчик до момента, как вы его отгравируете, может вас потребовать внести какие-то определенные изменения. Вносить изменения в формат SVG или BDXF уже будет сложновато. Это будет векторный формат, не текстовый. Либо какая-то начнется путаница, вам так будет проще найти. Но это моя рекомендация. Вы можете делать абсолютно сами, как вам угодно. Теперь поясню касаемо Coral Draft или Coral Draft. Как это пишется и как это читается. Пишется это вот так вот. Как читается, мне похуй. Объясню вам. Coral Draft. То есть D-R-A-W. A. Drive. Если мы будем читать по буковкам досконально, то это будет Draft. Где этот O, я хуй его знает. Кто здесь нашел буковку O и как должно быть правильно. Объясню почему. Потому что американцы, это мое личное мнение, складывается конкретно сейчас в связи с сложившимися ситуациями. Американцы всегда диктуют, как должно быть правильно. Но при этом ведут себя очень некрасиво. Поэтому в данной ситуации я читаю так, как мне удобно. И так, как читаю, нужно. Ребят, кто бы что там не говорил, что нас так учили, так должно быть правильно. Ребят, давайте будем по-русски разговаривать правильно, красиво и грамотно. Касаемо американского, английского, там, не знаю, там, блядь, тунгусского какого-то там, еврейского, без разницы абсолютно. Меня другие языки не интересуют. В планах Ютуба и видеороликов я читаю так, как читаю нужным. Потому что Coral Draft читается по буковкам как Coral Draft. Если мы, блядь, пишем слово, к примеру, зажигалка, мы же не говорим, что это зожигалка. Но давайте будем говорить правильно. Поэтому в данном случае я буду называть Coral Draft. Coral Draft, блядь, тут нету дров, это раз, и нету буковки О, это два. Все, ребят, эту тему, думаю, закрыли, замяли, больше ее не поднимаем. Макет мы сохранили. Переходим теперь к станочку к нашему и приступаем к процессу гравировки. Касаемо гравировки, здесь все очень просто. На самом деле загружаем макет через Ctrl-B, 121. Формат SVG загружается на рабочий стол. Центруем его здесь. И видим, что у нас наш формат SVG почему-то не загрузился. Вот он, кстати, первый косяк по формату SVG. Обратите внимание, что он, в принципе, сохраняет в белом цвете. То есть цвета он поддерживает, ведь тут желтый цвет указан. Но при всем при этом мы получаем, что у нас макет наш не почему-то... Увы и... Ах, макет все, что было связано с какими-то цветами определенными, не загрузился. Ну вот он, первый косяк по SVG. То есть, насколько я, в принципе, его люблю, но при этом, в принципе, вот выскочил косячок. И хорошо, что мы, в принципе, макет наш не закрыли, сохранили его в CorelDraft. Вот, поэтому сейчас я пересохраню формат DXF и закину заново. Так, ну, в принципе, мы понимаем, что косяки-таки бывают в SVG-шке свои определенные. Ctrl-B, 121, формат DXF. Но также есть все-таки плюсы. Ставим его в центр, нажимаем Ctrl-U, разгруппировываем полностью. С движениями справа налево мы выделяем вот так наши объекты, связанные с зажигалкой, потому что они будут не нужны абсолютно. И у нас выделяется полностью все. Если мы выделяем слева направо, то выделяются только те объекты, которые попали в сам квадратик. Вот, поэтому я обычно справа налево выделяю, чтобы удалить все, что связано с зажигалкой. Удалили. Весь макет назначаем черным цветом. И здесь начинается, скажем так, легкое волшебство того, что я люблю упрощать для себя, создавая слои макетов. Показываю первый слой заливки, который мы будем делать под линзу 100 на 100 на станке GPT-50LP. Это черный маркет, двойная змейка, кросс-хатч, обязательно гравировка контора в конце. Нажимаем ОК. Теперь в дальнейшем ситуация получается очень просто. Выделяем объект, заходим в заливку и нажимаем Enter. То же самое делаем со следующим. Заходим в заливку и нажимаем Enter. Это не то, что там вы не видели. Это просто я очень быстро нажимаю Enter. И делаем то же самое здесь. То есть у нас готовы первые гравировки. Второй шаг, который мы делаем на станках нашей серии. То, что можно упростить задачу, в отличие от жестких лицензионных правил. Смотрите, Ctrl-C, Ctrl-V, шаг вниз, шаг влево. И назначаю все зеленым цветом, цветом чистки. По сути, наш макет уже готов. Когда ты целый день работаешь в этом направлении, то при 50 заказах, которые надо делать очень быстро, вот этот вариант работы очень удобен. Когда мне рассказывают, что можно зайти в заливку, сделать в заливке доп. настройки вот здесь, вот здесь. Ребят, когда мы делаем зажигалку, это одно дело. Когда мы делаем зажигалку с коробочкой, это другое дело. Когда вы делаете зажигалку, коробочку, и тут вам надо делать нож, это третья задача. И делать по вот этим шаблонам, то есть заходить вот здесь вот там 2 и 3 заполнять заливку, то есть вот в этом месте, чтобы вы видели, это будет крайне сложно и неудобно. Поэтому эти моменты я всегда исключаю. То есть вот подготовка макетов составляет, ну занимает по времени там 10-15 секунд максимум. И при работе, скажем так, месяц, два, три, год вы можете потерять на вот эти вот доп. настройки, доп. за возню порядка месяца, месяца жизни. То есть вы можете свой месяц жизни просто потратить на отпуск либо заработать еще больше денег. Поэтому каждый сам для себя решает, что он хочет. Теперь переходим к настройкам. Обычно здесь уже есть у меня преднастройки, то есть по черным матам, зажигалкам, опять же на санки G50 LP с линзой F163, мы будем работать на скорости 1800, мощность 40%, это будет у нас идти выборка при частоте 40 кГц. Вот чистку мы должны сделать очень мягкую, скажем так, на небольшой мощности, но при этом она должна быть не сильно сдирающая металл, но при этом его матирующая до белого состояния. На скорости 2000 обычно это составляет где-то 14-15% мощности от станка. И вот этот параметр нам позволит, в принципе, угравировать до белого состояния. Сейчас вам покажу, в чем прикол и чем это все отличается. Теперь задача очень простая. Кстати, да, я немножко поторопился. Вот этот же формат мы будем гравировать с вами не с выборкой металла, а это будет идти у нас по пластику, поэтому здесь надо немножко по-другому будет сделать. Это настраивается чуть-чуть совсем иначе. Давайте настроим под синий цвет маркера, плотность заливки. Ребята, обратите все внимание, кто будет заниматься зажигалками с дисплеем, примерно параметры под сотую линзу на станке G5-50P. Плотность оставлю здесь 0,05 мм, с галочкой CrossHatch, маркерка контрона здесь будет не нужна. Нажимаем принять, назначаем также синим цветом здесь и настраиваем синий маркер. Скорость 2800, мощность поставлю 6%, частота 40 кГц. Но фишка вся в том, что нам двух проходов будет недостаточно, шаг вниз, шаг влево. И делаем второй проход под углом 45 градусов, с галочкой CrossHatch угол будет 135 градусов. То есть в принципе для понимания у нас получается здесь такая вот решеточка необычная. Ее должно по идее хватить, но может не хватить этих четырех проходов, потому что все-таки плотность стоит 0,05. Поэтому создаем еще один вектор и угол делаем. Смотрите, у нас есть 0,45 и сделаем угол 60 градусов. Есть, смотрим теперь. Теперь максимально плотность пересекается и обратите внимание, что у нас при такой заливке нам не нужен здесь контур, потому что достаточно будет количество проходов, которые нам это все перекроют. Давайте сделаем такой вариант. 60 мне чуть-чуть не нравится. Так, 60, 40, 35. 35 вот так вот сделаем. Ну, более или менее все перекрывается. Все возможно здесь идет перекрытие. То есть это мы будем маркировать по самому пластику. Есть, отлично. И по пластику мы сейчас опять же будем делать это все на зажигалке, поэтому будет возможно рассмотреть в процессе гравировки, как она будет светиться. Так, есть, есть, есть. Но, в принципе, переходим к процессу. То есть мы вариант электроимпульсной с подсветкой выбираем в сторону. Вариант, вот это сейчас делаем в первую очередь на двух зажигалках. Это электроимпульсная без подсветки и спиральная без подсветки. Ну и, соответственно, делаем второй вариант. Маркировка самих зажигалок вообще возможно, ну, скажем так, в двумя способами либо двумя положениями. Положение в родной коробочке, что, в принципе, выглядит солидно для отчетности, ну, для клиента, когда вы гравируете клиенту прям на видео записываете. Это очень круто. И всем это клиентам очень нравится. И есть второй вариант. Это маркировка на самом рабочем столе. Но при этом я рекомендую подкладывать какую-нибудь туда тряпочку, чтобы это было и красиво для клиента, во-первых. И, во-вторых, это не создает какие-то царапки на самом изделии, потому что видно, что рабочий стол у нас, в принципе, ну, он рабочий стол. То есть он может поцарапать изделие ваше при движении, там, право-влево. Поэтому каждый выбирает сам для себя, как ему будет оптимально. Здесь, естественно, мы будем делать сейчас не в коробочках, а будем делать на тряпочке. Почему? Потому что вот это вот с дисплеем мы будем маркировать с открытой крышкой, чтобы мы видели, насколько у нас снята гравировка с непосредственно самой то есть самой краски, снято с прозрачным дисплеем. Начнем с простой зажигалки. Это спиральной. Суть затеи очень проста. Двумя проходами с галочкой кружка снять лакокрасочную поверхность и сделать чистку. То есть образовавшийся шлак. Его почистить. Не забываем ставить, опять же, повторюсь, фокус. Это принципиально важно, потому что гравировка в расфокусе может не полностью снять материал и не создать мотирование на поверхности. Ну и, соответственно, включаем обязательно вытяжку. У ГАРа будет идти очень много краски. И принципиально важно, чтобы это все улетало у вас в вытяжку. Нажимаем F1. Отображается наша надпись. Ставим, соответственно, в центр зажигалки. И нажимаем F2. И нажимаем F2. То есть это очень мало, это очень быстро. Опять же, это всего лишь одна сторона. Вторая сторона будет гравироваться порядка минуты, где-то не более. Но при всех этих условиях у вас получается, скажем, быстрая качественная гравировка с маржой минимум 500 рублей. Так, ставим. И поехали, соответственно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, здесь я ошибся в виде 30 секунд, и, в принципе, все готово. Аналогичную процедуру будем сейчас делать то же самое с электроимпульсной зажигалкой. Опять же, ребят, кто заметил, она сейчас вся находится такой в пыли, немножко в грязи. Вот эту всю ситуацию я стираю обычно тряпочкой без ворса, скажем, тряпочка, потому что за края может цепляться, и там останется ворса. Вот. Либо какой-нибудь микрофиброй, но, опять же, не рекомендую смачивать сам корпус, потому что при том же самом спирте, либо воде он будет окисляться, и будет превращаться такой в темно-серо-коричневого цвета. То есть, не рекомендую это делать. В любом случае, при эксплуатации в дальнейшем она заслется, сама гравировка, но это уже не принципиально важно для нас. Повторяем аналогичную ситуацию со второй зажигалкой электроимпульсной. Здесь, в принципе, главное выставить фокус, она отличается по толщине, потому что там где-то другая батарейка, плюс сама схема по себе тоже отличается. С фокусом рекомендую не промахиваться, потому что здесь это очень сильно влияет на гравировку. Выбираем такой же макет, то есть, все то же самое. Повторяем процедуру. Повторяем процедуру. По итогу у нас есть два экземпляра полностью отгравированных. Единственное, требуется их только лишь протереть, убрать из них лишнюю пыль. Ну вот, то, что я говорил по поводу бросы. То есть, качество гравировки офигенное. Единственное, что сейчас у нас вот эта модель мы взяли старой партией, где-то идет полуматовая, такая полуглянцевая зажигалка. Обязательно клиенту демонстрируйте ее работоспособность, потому что часто возникает такой вопрос, типа, я получила, она не работает. Ребята, ну, мы вам перед тем, как отправлять, фото, видео, что-то сделали, она работает, с ней все хорошо. Как говорится, и не жалуйтесь. Переходим теперь к третьей зажигалке. самое интересное, наверное, в данный этапе, потому что, ну, люди хотят, я просто заметил, что с каждым годом люди хотят все лучше, круче, навороченнее, побольше гравировок, побольше там всего сделанного на ней, чтобы она ярко светилась, полыхала, как говорится, и сверкала. И при этом работала вечно и бесконечно. Вот, поэтому пожелание клиента всегда надо учитывать и всегда надо исполнять. Поэтому мы тоже двигаемся и закупаем всегда что-то свеженькое, что-то новенькое. Так, загоняем макет в центр рабочего поля, нажимаем F1, пристреливаемся к нему. Гравировать на всю поверхность, но не всегда это бывает актуально, потому что зачастую я вижу, что небольшие красивые макеты, то есть, ну скажем так, закрывающие примерно там от 50 до 70% рабочего поля зажигалки, они выглядят более прилично, более приятно, скажем так. Ну и процесс такой же, как и везде по всем зажигалкам. Так, ну из плюсов огромных, у нас время гравировки составило всего лишь 21 секунду, что есть хорошо уже. Та же самая ситуация, с поверхностью мы просто протираем ее какой-нибудь безворсовой тряпочкой, получается черная зажигалка с красивой белой надписью. То есть, ну, визуально глазами выглядит очень круто на самом деле. Теперь остается процесс гравировки самого дисплея. Как уже показывал, ладошка прижимаем, сдвигаем его вниз, как слайдером. Достоянно сжигалкой обязательно ловим фокусное расстояние, это принципиально важно будет сейчас для нас, потому что маркировка, скажем так, на нежных режимах, того же самого пластика с покрытием краски должно происходить только в фокусе. Да, еще такой часто возникающий вопрос. Какое фокусное расстояние надо ставить? Ребят, ну, у каждого станка, оно в свое зависимости от линзы. Даже при одной и той же самой линзе, при одной и той же самой модели, марке, но разные партии могут отличаться по фокусному расстоянию, поэтому этот момент надо всегда учитывать. Так, фишка здесь в чем основная? Мы прицеливаемся, прицеливаемся, только нужно сделать одну важную штуку, прям очень-очень важную штуку, я обычно так не делаю, но сейчас мы это сделаем в планах видеоролика, в планах YouTube. Так, открываем дисплей, и она, по идее, там должна сейчас у нас светиться из-под низу очень ярко, и при гравировке мы увидим, когда надпись будет светиться прям насыщенно, хорошо, иначе мы, соответственно, догравировали. Копать идет, конечно, жестко прям. Видно, что мы сделали один проход, но этого вам более чем недостаточно, надо еще разок пробежаться, и здесь я вспомнил одну вещь, что я делал, по-моему, на частоте все-таки пониже, порядка 30 кГц, на своем станке. Так, еще разок. Вот, уже проявляется надпись, уже хорошо. И еще разок. Вот таким принципом образом можно индицировать нашу надпись, насколько она хорошо отгравировалась, либо прорисовалась, скажем так, в общем плане, чтобы она читаема была, чтобы она ее была и видно хорошо, и при всех возможных вариантах клиент остался доволен. Так, вот сейчас сделаем. Опять же, параметр каждый подбирает сам у себя, исходя из его оборудования. То есть, какие-то рекомендовать свои параметры я здесь не буду. Бывает так, что ребята подбирают какие-то параметры, которые у них, скажем так, с первого захода все хорошо получается, у кого-то там со второго захода все получается. Но в любом случае надо рассчитывать на то, что вы можете одну-две зажигалки упороть в планах теста. Вот, и, допустим, я уже там три месяца не занимался, уже чуть подзабыл, как все делается. Ну, пока все вроде бы круто. Ну, уже 6 или 7 проходов я сделал, тройных. Так, еще разок и, думаю, хватит. Хочется, хочется все сделать лучше, чтобы нам в конце получается всегда плохо. Так, ну, смотрите, у нас уже результат есть. Мне он уже нравится, поэтому в этом плане, конечно, более чем достаточно. Закрываем, ставим дисплей на место аккуратненько, таким же образом, то есть, его защелкиваем туда же и сдвигаем его вверх до упора. Обязательно протираем так же его, той же самой ветощью. То есть, ночью это выглядит очень круто, на самом деле. Прямо-прямо она ярко светится, полыхает. Ну, блин, классно. Можно так же делать туда орлов, волков, то есть, кого угодно. Там, медведи, тех же самых, там, животных, марки автомобилей, машины, BMW, там, Mercedes, все что угодно. Ну, опять же, в рамках того, что вы, чем вы занимаетесь, что вы гравируете. И такие изделия покупают люди очень, скажем так, с большой охоткой, именно вот с дисплеем, потому что здесь сидит индивидуальность. Ребят, ну, в принципе, все, что можно рассказал, показал, продемонстрировал. Все максимально в рамках Ютуба. Информация, вроде бы, доступная, полезная. Не забываем ставить от вас, как всегда, один огромный большой лайк. Чем их будет больше, тем будет лучше. По вопросам приобретения зажигалок можете, в принципе, обращаться. В наличии пока немножко их есть. Я думаю, в дальнейшем заказывать уже, наверное, вряд ли их буду, потому что, ну, я от этого просто чуть-чуть уже подустал. Вот. Тем, кто, в принципе, занимается таким бизнесом, сувенирки, думаю, это будет тем актуально. Поэтому всем хорошим настроением, всем пока-пока. Продолжение следует...